Об экономии в период кризиса говорили и областные депутаты. Народные избранники региона обратились к министру финансов России с просьбой дать региону безвозмездный кредит 24 миллиарда рублей и отсрочить выплату долгов 20 миллионов рублей до 2025 года. Этими мерами народные избранники хотят обеспечить саратовскому региону развитие и облегчить бремя госдолга, сумма которого достигла 50 миллиардов рублей. Соответствующее обращение в Минфин парламентарии одобрили на заседании очередной областной думы. Какие еще законопроекты приняли народные избранники в нашем следующем сюжете. Тема областного бюджета по-прежнему одна из ключевых на этом заседании. Министр финансов Саратовской области рапортует о новых денежных поступлениях. Возвращается тот миллиард рублей с хвостиком, который не успели освоить в прошлом году. И на те же цели. Ремонт здания старого тюза, покупку современного медицинского оборудования для переливания крови, берега укрепительной работы. Отдельным законопроектом областные депутаты выполняют указ президента Путина. К 70-летию Великой Победы обеспечить всех ветеранов жильем. Цена вопроса 43 миллиона бюджетных рублей. Сейчас остается таких у нас 28 ветеранов, которые стоят на учете. И поэтому мы приняли решение, что в первую очередность именно перед ними должна быть закрыта жилищная проблема и улучшены их жилищные условия. После этого заседания изменится порядок сбора платежей в общий котел фонда капитального ремонта. Люди жалуются на путаницу с квитанциями. Фонд открыл 1660 счетов. Но платежки оформляют и рассылают управляющие компании. И часто относятся к новой нагрузке безалаберно. Многие управляющие компании отказались. Ряд управляющих компаний при выставлении платежей используют свои основные счета. Вот недавно принесли платежку буквально в понедельник в Волжском районе. Я ее в прокуратуру в Волжском районе отправил. Где сборная капремонт идет не отдельным платежным поручением, а в составе общей платежки и поступает на расчетный счет управляющей компании. Теперь региональный оператор будет сам печатать свои платежки по капремонту и сам разбирать претензии жителей. Это потребует увеличения штата фонда на 5 человек и обойдется бюджету на 2 миллиона рублей дороже. На чем сэкономить тоже нашли. Депутаты одобрили инициативу губернатора сократить размеры ежемесячного денежного вознаграждения себе и министрам на 10%. Общая сумма невелика. Важнее жест доброй воли, говорят народные избранники. Это, конечно же, миллионы с учетом размеров вознаграждения. Ну, будем откровенны, не столь уж и большие средства, чтобы о них много говорить. И говорить о том, куда их можно сэкономить средства использовать. Тут у нас расходные обязательства настолько велики у региона, что везде они будут нужны. Областная дума тоже не отстает от тренда тотальной экономии. Качественно и количественно. На 10% сократили себе зарплату спикер и депутаты, работающие на платной основе. Количество последних к тому же сократилось на одну штатную единицу. Теперь зарплату получают семеро народных избранников. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.